Три этапа снятия ограничений из-за коронавируса предложили накануне президенту страны на совещании с губернаторами регионов. Руководитель Роспотребнадзора назвала их четким методическим инструментом. Правда, решения, по словам Поповой, должны принимать руководители краев и областей. Что думают об этом политологи, депутаты, экономисты нашего региона, узнаем от Татьяны Голубевой. Она сейчас с нами в студии. Татьяна, здравствуй. Здравствуй, Лена. Сейчас я все и тебе, и зрителям расскажу. На совещании шла речь в том числе и об экономической поддержке бизнеса и людей. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белаусов сказал прямо, для экономики наступает сложный период. Местные экономисты не спорят, считают, что поддержка в 15 с небольшим миллионов рублей малому и среднему бизнесу нашего региона очень мала. А банковскому сектору эксперты предрекают проблемы и даже отзывы лицензии. Люди уже не так охотно несут туда деньги, но забирать вклады физическим лицам, по мнению специалистов, не стоит. Так что вклады пока не трогайте. Говорят, деньги ваши никуда не денутся. Порадовал людей сам факт постепенного снятия ограничений, возобновления работы, сфер торговли и услуг, а также учебного процесса. Сферу услуг постепенно необходимо возвращать к жизни. Но, что я считаю очень важным и принципиальным, это можно делать только при условии введения на территорию Алтайского края обязательного масочного режима. Накануне о необходимости введения такого режима в нашем крае говорила заместитель руководителя местного Роспотребнадзора Ульяна Калинина. В общественных местах люди должны находиться в масках, уверены и эпидемиологи. А вот что касается сценария развития пандемии в нашем регионе, то вот какой ответ прозвучал. Заболеваемость оценивается ежедневно, соответственно, принимаются те или иные решения и выносятся те или иные предложения на уровень оперативного штаба Алтайского края, где в зависимости от развития эпидситуации будут приниматься дальнейшие решения по усилению, либо по отмене каких-либо ограничительных мероприятий. Так что где мы сейчас находимся, имею в виду Алтайский край, на плато заболеваемости или до него еще далеко, никто сказать не может. Напомню, что решения по снятию ограничений принимают губернаторы регионов, но как это будет, никто пока тоже не знает. Видимо, следующее очередное совещание будет в районе 12 мая, и там уже будут объявлены те регионы и те меры, на каким образом, собственно говоря, этот режим будет встречаться. Ну вот что говорят эксперты по поводу совещания, которое накануне прошло у президента страны Владимира Путина.